обзор рулонных штор с пружинно-инерационным механизмом системы день-ночь от видео интернет магазина железник друзья мои сайт железник точка ру изделия изготовленные под ваши размеры с выбранными вами тканями продукцию отправляем как по российской федерации так и за границу украина беларусь казахстан и так далее всего 25 стран страны получателей в футере сайта указаны если кому интересно в отделениях почта россии либо в транспортной компании стек друзья вы просили мы сделали сейчас мы поговорим о системе как это вообще работает как это выглядит о комплектующих о тканях и посмотрим как это будет выглядеть та или иная ткань с подсветкой на стенде имитирующий уличное освещение и так друзья система день-ночь по сути это та же самая система у не 2 пружинно-инерационным механизмом сокращенно пим только на каждую сворку у нас установлено два самостоятельных изделия с разной тканью каждый что ли есть пружинно-инерационный механизм и они управляются отдельно верхняя ткань закрывает окно сверху вниз нижняя закрывает окно внизу вверх управление производится ручкой управления которое установлено на отвесе ответ это не совсем на нижней планке и верхней планки зависимости от того где изделие установлено при повороте ручки стопора которые в направляющих расфиксируются и штору в этом положении можно перемещать управлению нужно немножко привыкнуть так как чуть-чуть если ручку вы не довернули либо перевернули изделие будет стопориться возможно будет у вас она перекрашиваться нет именно вот нашли люфтик и вот в этом свободном положении когда люфт перемещаете штору чтобы зафиксировать прям до такого характерного упора вернули ручку и полотно у вас зафиксировалась в необходимом положении то же самое с верхней шторой повернули ручку нашли люфт и в этом положении шторка свободный чуть если вы закусили может быть вот такая разная неприятность закусывать на вот люфтик есть свободный шторка свободный привыкнуть нужен и до характерного щелчка прям чтобы ручка стала перпендикулярно тогда она вас зафиксирует вся у нижнего отвеса есть небольшой люфт вправо влево поэтому чтобы ручки у вас были ровненько ровненько их и поставьте могут они немножко разве я к примеру как вот сейчас также может быть щелка если вы не до конца довели нижний ну не нижний отвес а планку финишную на ткани ну и друзья преимущества этой системы я думаю вам уже понятно в зависимости от время суток вы сможете использовать ту или иную ткань система поэтому так и называется день ночь днем пример вы можете использовать одно полотно ткани а ночью использовать примеру ткань с фото печати на шторы вы можете заказать в нашем интернет-магазине установим любую ткань здесь у нас просто для примера просто классическая ткань для рулонных штор на нижний короба установлена ткань с фото печатью вы можете сделать то же самое печать будет с произвольным вашим изображением либо одну из тысячи ткань просто классических рулонных штор установите сверху и снизу просто классические ткани достаточно часто заказчики наш просто устанавливают там примеру наверх ткань с 50 процентов затенений а в нижнюю часть ткань плотную примеру blackout чтобы закрыть там когда необходимо достаточно сильное затенение помещения комплектующие комплектующие у нас польские besta есть аналоги аналоги мы не используем об этом символизирует надпись besta на торце изделий надпись есть как здесь так и там на самом механизме есть такое солнышко по моему там нарисованы хотите я покажу покрупнее вам эту надпись пружинно-инерационный механизм который вставлен вал на который наматывается полотно ткани также польского производства besta достаточно надежные комплектующие вообще они как бы уже где-то около 20 лет на рынке присутствуют ну а мы занимаемся один след с небольшим так как наша организация работает только 11 лет о чем еще нам поговорить про ткани поговорили давайте посмотрим как будет выглядеть наши ткани с подсветкой со включенной подсветкой стенда имитирующий уличное освещение только друзья у нас подсветка наклеена пленка поэтому она рассеивает ваш прямые солнечные лучи но в данном случае я думаю это будет достаточно приближено друг к другу давайте выключим свет и включим подсветку стендер так друзья вот наш стенд с подсветкой и соответственно вы можете видеть следующую картину нижняя ткань у нас blackout на ней нанесена фотопечать фотопечати в данный момент не видно но свет через ткань blackout не проходит совсем эта ткань со 100 процентов затенений и верхняя ткань у нас просто обычная ткань классическая для рулонных спорта с 50 процентов затенений таким вот образом будет выглядеть ваше окно к примеру в дневное время если вы закроете будете использовать верхнее полотно ткани с 50 процентным просветом ну если вы закроете окно тканью blackout у вас в комнате будет достаточно темно обращу ваше внимание опять же что будет небольшой засветик между планками финишными на которых установлена ручки управления ну от этого мы никуда не денемся вот такая система стараемся конечное верхнее положение поднять чтобы у нас не было видно нет так не получится защёлкнуть ручку не заворачиваем вот как то так собственно в помещении достаточно темно если бы не горел у меня фонарик собственно надо включать свет здесь при ткани blackout ничего не было видно небольшие просветы у по бокам у направляющих присутствуют там никаких уплотнительных резинок нет это у нас не холодильник такая система рулонных что но однако это не система мини бокам просветов нет так как полотно край полотна ткани находится п-образных направляющих ну я думаю с этим все понятно давайте включим свет и продолжим автоз ну и друзья собственно уже все я думаю вам рассказали единственная комплектация только в белом цвете может быть короб алюминиевый направляющий алюминиевый окрашенный белый цвет ручки боковые крышки пластик окрашенный в белый цвет на этом с обзором все я думаю если видео понравилось палец вверх спасибо всех благ господа и и и Как заказать рулонные шторы в день-ночь в кассетной системе Uni2 с пружиной в видеоинтернет-магазине «Залюзник». Друзья, и для начала настоятельно рекомендую вам открыть обновленную версию Яндекс.Браузера, тогда никаких ошибок и проблем с просчетом на нашем сайте у вас не будет. В поисковой строке «Залюзник» пропустили рекламу и нашли наш видеоинтернет-магазин. Рекомендую сразу выбрать город ваш, можете воспользоваться поиском, мы же останемся в Москве. Друзья, это наиглавнейшее видео. Досмотрев его до конца, вы будете иметь полное представление о том, как заказать данную систему рулонных штор под свои размеры. Итак, давайте либо с главной страницы, либо с раздела «Рулонные шторы» вам нужно найти «Рулонные шторы» спим, это пружинный инерционный механизм, день-ночь. Либо фото шторы рулонные, Uni2 спим, день-ночь. Это видео будет одно для этих систем. По сути, система одна, меняется только алгоритмы просчета, и здесь полотно тканью с фотопечатью, а здесь просто классические ткани для рулонных штор. Ну и мы будем заказывать изделие для своего стенда. Если вы смотрели обзор, вам уже достаточно все понятно. Если не смотрели, посмотрите вот это видео. Оно будет состоять из нескольких частей. Обзор, как заказать, это именно то, что я сейчас записываю. Здесь еще видео нет, это просто заставка. Замер, распаковка и монтаж. Ниже будут присутствовать актуальные тайметки. Опять же, это видео еще не готово. Посмотрев это видео, вы будете иметь полное представление. И, друзья, также посмотрите монтаж штор перед заказом. Возможно, вы внесете какие-то корректировки и будет понятнее, с чем вам придется столкнуться. Ну и также эти и другие видео вы увидите в карточке товара. Ну, давайте приступим к заказу. Да, на каждой страничке есть подсказки. То есть, мы выбрали вот здесь вот есть ваш путь. Рулонные шторы. Система Uni2 Spin день-ночь. Подсказка. Выберите интересующую ткань. Что нужно сделать на этой странице? Выбрать ткань и, собственно, сколько шагов осталось до момента заказа, накончания заказа. Ну и, собственно, вот наши ткани. На данный момент их 943 штуки. У каждой ткани присутствует видеообзор. Все видео записываются в 4К. Поэтому, пардон, не забудьте выставить настройки, максимальные настройки для вашего монитора. У меня это HD. С хорошим разрешением. Будет лучше видно ткани и другие нюансы. Все видео в 4К. На большом экране все замечательно видно. Паталог Ани, да? Ткань А. Так. Ну, мы на стенд будем устанавливать ткань Ажур. Цвет красный. Мы знаем название ткани, поэтому отфильтруемся сразу. Вот она, эта ткань. Но, вы, может быть, знаете какую-то ткань. Все ткани от самых известных каталогов у нас присутствуют. Поэтому и полностью соответствуют каталожному. Если вы где-то трогали, видели ткань, то можете смело выбирать ее на нашем сайте, отфильтроваться к каталогу, по стране, по названию, по затенению и так далее. Ну, мы уже знаем, что будем ставить. На стенд это Ажур красный. Вот у нас все ткани отфильтровались с названием Ажур. И вот он, красный цвет. Посмотрим его обзор. Паталог Ани, да? Ткань Ажур. Цвет красный. Да, это она. Также можете здесь на превьюшке посмотреть крупным планом фотографии. Ткань, допустим, вас устроила. Кликайте по фотографии и проваливайтесь уже в карточку товара, где вам нужно заполнить параметры изделия. Вот ваш путь. То есть, вы выбрали рулонные шторы. Рулонные шторы системы день-ночь с пружиной. И ткань для этой системы Ажур красный из каталога Ани Гор. Так, заполните параметры изделия. Ну, давайте по интерфейсу пробежимся. Что, здесь также обзор можете посмотреть этой же ткани, почитать отзывы, друзья. Понятно, причинам отзывов нет. Мы просим вас оставлять отзывы. Они, опять же, вам помогают. Перед заказом вы наверняка и читали. И более того, за каждый отзыв мы предоставляем скидку. На данный момент скидки до 12% на последующую покупку. Также, да, еще фото-конкурс объявлен с победителем 10 тысяч рублей. Ниже информацию почитайте. Ну, и вернемся в нашу ткань. Ниже написание ткани системы. И также рекомендации о том, что начните формирование изделия с просмотра видео. Как заказать пошагово. Друзья, вот, для этой ссылочки я записываю видео. Все остальные видео уже записаны. Это зелененькие ссылочки. Возле каждого пункта, который вам придется заполнить. Есть зелененькая ссылочка с подробным объяснением, как и для чего заполнять ту или иную позицию. На этой же ссылочке пока ничего нет. Тут стоит заглушка. Как только видео закинется на витуб, разместится вот здесь. Что здесь еще? Лицевая, обратная сторона ткани. У этой ткани лицевая и обратная сторона одинаковые. Бывают ткани с разной лицевой и обратной стороной. Зачастую это блэкауты с обратной стороны. У них подложка. Общая схема комплектующих рулонных штор с пружиной. И схема замера. Почитайте, что написано буковками. Ширина и высота. В красном выделены именно эти размеры. Вы должны будете ввести на сайте. Подробнее опять же есть видео. Вот оно. Как снять размеры. Тут полностью все подробно вам разжевывает. Так. Ну, ниже еще какие-то параметры ткани. И внизу вы видите цену. В зависимости от введенных ваших данных. Цена будет меняться. Чуть ниже. Статьи. Все необходимые для вас. Часто спрашивают сроки изготовления и доставки. Именно подписывая договор о ферту. Вы подтверждаете, что ознакомились с этой статьей. Зайдите, почитайте. И пожалуйста, нас не переспрашивайте. Одно и то же. Так. Ну и что? Давайте приступим к заказу. Давайте мы откроем нашу картинку. Чтобы нам периодически к ней ссылаться. Вот так вот пусть будет. Место установки. Как заполнить видео. У нас это стенд. Поэтому мы и будем писать слово стенд. У вас это может быть кухня. Левое окно. Либо еще что-то. Друзья. У нас видео. Интернет-магазин. Смотрите видео. И тогда проблем у вас не будет. Позиции стенд. Позиции створки. Первая створка из двух. У нас окно состоит из двух створок. Поэтому напишем первая створка из двух. Зашторивание. Вот на эту створку мы сейчас заказываем верхнюю ткань. Зашторивание у нас сверху вниз. Короб вверху. Так и отметим. Сверху вниз. Короб вверху. Ширина. Сейчас я уже могу с размерами ошибаться. Как сказать размеры. Вот в этом видео есть. Но не буду я его пересматривать. Так. Ширина 550 миллиметров по-моему. И высота. Не помню. 1200 пусть будет. Если нужно больше высоты. Опять же смотрим видео. Оно так и называется. Нужно больше высоты. Все подробно вам объяснил. Почему выставлены предельные размеры. И по высоте. И по ширине. Ниже вы их сможете здесь увидеть. Так. Ширина. Высота. Нет. По-моему поменьше. Давайте 1100 поставим. Пардон. 1200 дальше. Цвет комплектующих. Пока только белый обзор. На всякий случай демонтаж. Если кому понадобится информация. Как вы не знали куда ставить эту ссылочку. Способ установки. Друзья. Монтаж. Штор. Видео. Наиглавнейшее. Перед заказом. Сначала смотрим. Будет вся картина в голове. То есть. Понимание того. С чем вам придется столкнуться. Саморезы. Устанавливать мы будем на скотч. Так как в этом случае. Присутствует высокий адаптер. Вот она. Это деталь. Под циферкой 8. Где он у нас? Нет. Под циферкой 2. Тогда это скотч. Под циферкой 2. Дополнительный профиль высокий. Он предотвращает попадание света в верхнюю часть изделия. Опять же. Вот в этом видео. Называется оно нюанс. Все рассказываем. Ну и дополнительно. Кинем сверлышко 2 миллиметра. И биту единичку. Друзья. Видим цену. Если цена вас устраивает. Нажимаете кнопку купить. И товар у нас переместился в корзину. Если товар в корзину не переместился. Вы смакаете по кнопке. Но товар не перемещается. Значит какой-то из обязательных пунктов вы не заполнили. И мы соответственно без знания этих параметров не сможем изготовить вам изделие. Так. Друзья. Ну и верхнюю шторку на левую створку. Первую из двух мы закинули в корзину. Давайте закинем правую верхнюю шторку. Позиция у нас будет вторая из двух створок. Так. Оставляем также стенд. Позиция теперь 2 из 2. Не ошибайтесь. Также она у нас сверху вниз будет закрывать окно. Ширина. Да что такое. 455. Высота 1170 миллиметров. Мне кажется так же. Все мы будем здесь на скотч ставить. Но в любом случае саморезы у вас будут. Смотрим нюанс. Да. Еще можете распаковку посмотреть. То в какой виде придет к вам продукция. Также там пару важных моментов присутствует. Ну и сверлышко мы уже сбитый кинули в корзину. Поэтому убрали. Ценник видим. Нажали кнопку купить. Друзья. Мы заказали шторки наверх. Теперь вам нужно заказать шторки на низ. На низ. Их ткань вы можете выбрать как обычную классическую. Тогда просто шагаете шаг назад. Выбираете какую-то любую другую ткань, которая вам нужна. Скорее всего вам может понадобиться ткань со стопроцентным затенением. Фильтруетесь по стопроцентному затенению. Подойдите в карточку товара. И проходите все самые же пункты. Кидая товар в корзину. Только отмечать уже соответственно будете снизу вверх. И позиция шторки также. Первая из двух. Вторая из двух. Если у вас две шторки. Так. Ну а мы же будем день-ночь устанавливать фото шторы. То же самое видео. Так же как заказать. Все то же самое. Не будем подробно останавливаться. Посмотрите. Обзор тканей. Это оранжевая кнопка. Здесь все три ткани. То есть Plain, Optimal и Nathalie Blackout. Чем они отличаются на просвет. Все подробно показывают. Это вот эти вот оранжевые кнопки. На стенде у нас Nathalie Blackout. Ткань со стопроцентным затенением. В обзоре вы наверняка это видели. Так же мы ее смотрели на просвет. Вот здесь обзорчик. Есть ссылочка. Так. Ну и что. Продолжим заказывать. То же самое у нас окно. Стенд. Позиции створки. Опять один из двух. То есть на левую створку. Так же мы. Но теперь только вниз будем заказывать шторку. Перепада у нас нету. Объясняем видео. Что за перепады. Это как раз вот этот перепад. Между глухой и открывной створкой. Если у вас все глухие. Либо все открывные. У вас перепадов не будет. Если же у вас присутствует глухая и открывная створка. На открывной створке укажите. Что перепад 50 миллиметров. Но мы до этого дойдем. Мы сейчас глухую створку. Она ниже. Нам это нужно для того. Чтобы часть макета здесь вырезать. Чтобы у вас ступеньки здесь не было. Рисунок был единый. Так. Перепад 50 миллиметров. Убрать. Так. Фотография. Как выбрать фотографию. Ну мы фотографию брали с депозит фото. Наценку за фотографию видите. Так. ID изображение. Выбрали на депозит фото. Либо на шутер стоке изображение. Так же свою можете приложить нам на электронку. Скинуть. И написать к какому заказу. После того как сформируется. У вас будет номер заказа. Там. К этому заказу фотографии. Мы напечатаем ваше изображение. Так. Депозит фото. Не буду я сейчас залазить на депозит фото. С видео. Вот в этом все показано. Так же здесь. Где взять ID. Где ID находится. Все разжевано. Так. На обум напишу какой-то ID. Наш дизайнер. Ну не дизайнер. Кто макет разрабатывает. Скопирует эту ссылочку. Скачает вашу фотографию. И все. В чиселках не ошибайтесь. Тогда фотография будет скачана правильная. Цвет комплектующих. Так. Оставляем белый. Те же самые ровно размеры. 550. 1200. Почему такие же размеры. В этом видео. Как снять размеры. Я уже это объяснял. И зашторивание. Друзья. У нас теперь снизу вверх. Короб снизу. Вот эта шторка у нас будет. Так. Способ установки на скотч. Мы выбираем. Здесь мы уже ничего не кладем. Видим цену. Нажимаем кнопку купить. Так. Ну и осталось у нас. Заказать четвертую шторку. На правую створку. Так же снизу. Оставляем стенд. Позиция створки. Вторая из двух. Перепад. Вот теперь здесь убираем 50 миллиметров. У нас дизайнер здесь вырежет. Фотографию. Уже выбираем. Взять из предыдущего товара. Если вы останетесь здесь. У вас опять пишется 511 рублей. Вполне возможно мы этот момент тоже прощелкаем. Если конечно мы увидим. Мы вернем деньги без проблем. Может быть вы сначала оплатите. Потом увидите. И сообщите нам. Что вы переплатили. Мы вернем. Зачем нам две одинаковых фотографии. Поэтому взять из предыдущего товара. Который мы уже кинули в корзину. Фотография же одна у нас будет на все окно. И мы уже за нее заплатили. Так. А здесь можете оставить тот же фотографий. Цвет комплектующих. 455 у нас. Ширина. Высота 1170 по-моему. Зашторивание снизу вверх. Оставляем также. Короб снизу. Способ установки на скотч. Все друзья. Прошлись по этой фотографии. Вот как раз про вот этот перепад. Я вам говорил. Также здесь есть схемка. Посмотрите. И продумайте. Либо она сверху. Либо снизу. Перепад у вас будет присутствовать. Если разные сходы. Так. Ну и все. Кидаем в купить. Вот у нас 4 изделия в корзине. Переходим в корзину. Проверяем. Все. Здесь ваши цены. И все полностью ваши данные. Тут вот доп сверло сбитый мы кинули. Ну и собственно здесь уже видно. Позиции створки. Первая из двух. Вторая из двух. Понятно. Окно двустворчатое. И на первую и на вторую изделия есть. С тканью ажур красный. И устанавливаются они сверху вниз. Короб сверху. И собственно два изделия. Которые устанавливаются. Снизу вверх. Короб снизу. Уже это фото шторы. С тканью. Натали blackout. И собственно вот ID фотографии. Дизайнер скачает. Ну понятно я думаю все что здесь останавливается. Если есть купоны для скидки. Подарочные сертификаты и так далее. Можете их применить. Ценник у вас уменьшится. В нем оформление заказа. Если вы уже постоянный покупатель. Вряд ли вы будете смотреть это видео. Вы уже достаточно хорошо ориентируетесь на нашем сайте. Вводите сюда ваши данные. И заходите в кабинет. Мы же будем регистрироваться заново. Зарегистрироваться. Друзья имя, отчество вводите. Оно необходимо для доставки. Бывали случаи когда без отчества посылку. Либо в ДЭК, либо в Хочете России не отдавали. Фамилия, телефон указывайте актуальный. На этот телефон у нас привязаны мессенджеры. Вот они в футере сайты. Ватсап, Вайбер, Телеграм. Указывайте правильный e-mail. На e-mail и на номер телефона будут приходить вам уведомления о смене статуса заказа. Также статус заказа можете проверить здесь. Ну и либо посмотреть его в личном кабинете. Так, если вы юридическое лицо и планируете выставить счет на оплату. Его сейчас можно будет выставить в автоматическом режиме. Введите название юридического лица в это поле. И счет выставится на ваше юридическое лицо. Если вы физическое лицо, ничего не вводите. Счет тоже можно будет выставиться. Но счет выставится тогда на вашу фамилию или отчество. Ну, давайте введем уже по стандартной схеме. О рога и копыта. На Яндекс.Маркете там один издевался над нами. Можете почитать отзывы. Так, заказчик. Почтовый индекс. Указывайте правильные данные. В зависимости от тех данных, которые вы введете, вам будут предоставлены или не предоставлены. Все или иные способы доставки. Если, к примеру, вы проживаете в Подольске, так вы вводите, что город Подольск, а не Москва. Тогда, к примеру, компания СДЕК предоставит вам способы доставки для Подольска. Иначе просто она будет, вариант этот, отсутствовать. Так, Российской Федерации, Москва мы оставим. Ну, давайте напишем улицу Московской Дом-1. Она в каждом городе есть. Введите какой-то пароль свой. Получать новости на e-mail, если нужно. И пройдем несложную капчулу. Нажмем кнопку Далее. Ваша учетная запись создана. Переходим в корзинку. Оформление заказа. Да, я хочу использовать этот адрес. Можете выбрать другой адрес. Доставки. Вот все способы доставки. Либо это транспортная компания СДЕК. До склада двери. Цену за доставку вы видите. Либо Почта России. Опять же с ценами. Ну, выбирайте удобный для вас. Без разницы я выберу посылка. Обычная. Можете написать какой-то комментарий. К вашему заказу. Обычно в этой графе пишут, как они хотят, чтобы выглядела фотография. Вот, про что я говорил. Либо оплата банской картой онлайн на сайте. В том числе и кредитной, и корпоративной. Без разницы. Кликнув Далее. Вы перейдете. Так, ну здесь у нас опять. Еще раз вы все проверяете. Тут уже цена за доставку включена. Если нужно, после того, как менеджер обработает ваш заказ, он вам позвонит. Зададите ему какой-то вопрос. Если не нужно, не отвечайте. Оплатите. Вот вы перешли на сайт Сбербанка, где нужно будет ввести вам данные вашей карты и оплатить заказ. Мы оплачивать не будем. Вернемся назад. Далее. Вот, сейчас выставим счет. Ну, к примеру. Вот, смотрите еще. С ДЭК. Допустим, вы выбрали с ДЭК до склада. И дальше у вас жмакаться не будет. Нужно выбрать ПВЗ, пункт выдачи заказов. Вот он. Выбрать пункт выдачи. Выбрали на карте удобный для вас пункт выдачи. Ближайший к вам. И затем уже нажимаете кнопку Далее. И вот кнопка Выставить счет на оплату для юрелей из лица. Далее. Опять же, подтверждаете. Смотрите, проверяете. Доставка. И здесь красными буквами прочитайте. Внимание, ссылка на счет будет доступна в письме с уведомлением о заказе. Друзья, не сам счет, а ссылка на счет. Это такая жирная красная кнопка печать счета. Также вы сможете в любое время распечатать счет в личном кабинете. Я вам покажу, где это делается после того, как мы сформируем счет на сайте. Заказ не будет обработан, пока деньги не поступят на наш расчетный счет. Я думаю, с этим понятно. Вы сформировали счет, но мы пока никакие обязательства по исполнению договора не начинаем, так как счет еще не оплачен. Мы не будем отрезать ткани, изготавливать изделие, резать карнизы. Вдруг вы, в принципе, не собираетесь его оплачивать. Я думаю, с этим понятно. Ну и жмем подтверждение заказа. Заказ из корзины у вас пропал, но ему присвоен какой-то номер и он появился у вас в личном кабинете. Либо сюда по ссылочке, либо перешли в личный кабинет. История заказов. И вот он, ваш заказ. Жмакнув по глазику, вы его увидите. Также он вам пришел на электронную почту. И на электронной почте именно такая же жирная красная кнопка печать счета. Кликнув по которой вы увидите счет с каким-то номером. Сегодня у нас 9 апреля 2021 год. Собственно, реквизиты поставщика ООО АВС. Собственно, кому-нибудь принадлежит бренд Железник. Ваше ООО, которое вы ввели. Все ваши позиции. Также доставка. Общая сумма. Подпись печать директора. Нажимаете Ctrl-P. Выбираете ваш принтер. Печатаете. Оплачиваете. Либо несете на ознакомление руководителя. Ну и собственно все, друзья. Я думаю, полный цикл заказа рулонных штор. Система день-ночь. С пружинным инерционным механизмом. Также фотоштор. Уни 2 спин день-ночь мы прошли. Я думаю, все понятно вам объяснил. Большое спасибо за внимание. Если видео понравилось, не забудьте отблагодарить меня, подняв пальчик вверх на YouTube. Большое спасибо. Всех благ, господа. Замер рулонных штор с пружинным инерционным механизмом системы, друзья, день-ночь. Снимать размеры будем как для глухой створки, так и для отрывной створки, для наглядности. Если вы смотрели обзор, то в принципе вы уже понимаете, что в верхней части у вас будет короб, куда будет скручиваться одно полотно ткани. И в нижней части будет еще один точно такой же короб, куда будет скручиваться второе полотно рулонной шторы. Высота короба 70 мм, как вот на этой схеме. Не переживайте, эта схема будет у вас в карточке товара. Там вы ее еще раз разглядите. Итак, давайте уж подробно разжую вам, как это делается для верхней шторы и для нижней шторы. Снимаем размер верхней шторы. Нет, давайте снимем ширину сначала. Ширина снимается по замку штапика. Замок штапика, это где створка пластикового окна соприкасается со штапиком. Вот эта линия. С обратной стороны то же самое по этой линии. Ширина левой створки 550 мм. Записали на листочке в миллиметрах. Не в сантиметрах, не в метрах. Друзья, в миллиметрах, тогда сайт будет просчитывать правильную цену. И мы изготовим правильное изделие. Так, а теперь снимаем высоту. Для верхней створки, затем для нижней створки на глухую створку. Итак, снизу у нас станет короб 70 мм. Давайте мы его отмерим. Приложим рулеточку и отмеряем 70 мм. Нарисуем карандашиком риску. Именно здесь у нас будет заканчиваться направляющая и начинаться нижний короб. Теперь приложим к верхнему краю и до этой рисочки. 1245 мм у нас получилось. Это высота верхней шторы. Как вы понимаете, высота нижней шторы будет ровно такая же. Если не верите, я вам это докажу. Отмеряем 70 мм. Поставим риску. 1245 мм. Именно здесь, друзья, у вас будет направляющая заканчиваться. И 5-ти короб. Ну, вот так вот я немножко нарисую, потом сотрём. Размеры правой створки аналогичным образом. Ширина по замку штапика 445 мм. Высота одинаковая. Что у верхней, что у нижней. Снизу 70 мм чертим. Рисочку. Зацепляем также край за створку. Не к откосу уже, а за створку. 1170 мм в нашем случае. Повторюсь. Высота нижней шторы будет тоже 1170. Отмерили. 70 мм. Зацепили. За нижний край. Идемте сюда. Вот она 1170 мм. Как-то вот так пойдёт направляющая. Вот так вот будет короб высотой 70 мм. Получилась у нас высота, друзья, 1170 мм. Именно эту высоту в миллиметрах и записывайте в графу высота на сайте в параметрах изделия. С размерами, думаю, разобрались. Достаточно просто. Главное правильно. Читайте рулетку и вводите правильные размеры. Спасибо. Друзья, цвет комплектующих для рулонных штор с пружинным инерционным механизмом. Что это такое комплектующие? Комплектующие это совсем не ткани, а это короба, направляющие, крышки, ручки, планки и так далее. Пока только в белом цвете. Как только появятся другие расцветки, соответственно, на этом месте будет другое видео, где мы покажем другие цвета комплектующие. Пока в данном случае только белый цвет. Спасибо. Позиция створки, друзья, это обязательная информация для данного вида штор. И слева направо, подчеркиваю эти слова, слева направо, мы все так читаем. Первая позиция из двух створок. Окно у нас состоит из двух створок. Вторая позиция из двух створок. Есть ли окно из трех створок? Первая позиция из трех створок. Вторая позиция из трех створок. Третья позиция из трех створок. Именно в таком формате, как пример, указан в графе позиция створки. Я думаю с этим понятно. Спасибо. Как заполнить графу зашторивания? Опять же, это обязательная позиция. Покажите нам, куда вы планируете установить изделие. Вы уже заполнили, вы уже обозвали каким-то словом свое окно. Вы уже нам показали позицию створки. И теперь скажите нам, планируете ли вы установить короб вверх или вниз. Если короб вверх, то это позиция сверху вниз. То есть окно у вас будет закрываться сверху вниз. Если короб планируете установить внизу, то окно в этом случае будет закрывать. Штора будет закрывать окно снизу вверх. Так и укажите. В верхней части сверху вниз, если в нижнюю часть, снизу вверх. Нам будет наглядно и все понятно, где, куда вы планируете установить то или иное изделие. Спасибо. Друзья, где взять фотографию для рулонных штор с пружинно-инерационным механизмом в день-ночь? Конечно, эта информация вам потребуется, если вы либо в нижнюю часть, либо в верхнюю часть планируете установить полотно ткани с фотопечатью. Об этом уже снимали видео, только для другой системы рулонных штор, просто уни-2 обычная. Сейчас я его вам просто приложу, смотрим, там все разжеванно. Где взять изображение для фото штор кассетной системы уни-2? Друзья, мы вам предлагаем три варианта. Либо вы после оформления заказа пришлете нам фотографию по электронной почте, свою качественную, чтобы исходный файл был в хорошем разрешении. И обязательно в письме укажите номер своего заказа, чтобы мы понимали, что эта фотография относится к этому заказу. Электронную почту вы сможете найти в футере сайта магазин собака.звездник.ру. Второй вариант это депозит фотос и третий вариант шутер сток. О том, как подобрать фотографию на этих сайтах, я сейчас вам приложу подробный скринкаст. Смотрим. Итак, друзья, мы дошли до пункта фотография и это видео я пишу вот для этой ссылки. Здесь у нас, собственно, четыре пункта, которые мы можем выбрать, давайте разберем их по порядку. Своя фотография скинуть на электронную почту. В футере сайта вы сможете найти нашу электронную почту, на которую после оформления заказа вы можете скинуть свою фотографию. Какие требования к фотографии? Фотография должна быть в первую очередь качественная. Мы брали фотографию вот для нашего стенда сайта депозит фотос, я ее открыл в фотошопе и просто для примера вам покажу, какое у нее разрешение, чтобы вы понимали. По ширине у нас 11 тысяч пикселей и 7500 пикселей по высоте. То есть, когда мы будем держать эту фотографию на большую площадь, печатать, пикселизация у нас вот только сейчас она начала проявляться, когда губы у нас где-то 20 сантиметров у меня на экране вынимают. То есть, очень хорошее разрешение фотографии и ее можно печатать на большом полотне. Следующий пункт, который вам необходимо будет соблюсти, это правильное ориентирование. Обратите внимание, стенд у нас квадратный, ориентировочный, где-то там пусть будет 1200 на 1200 миллиметр. Но мы фотографию взяли горизонтально ориентированную, заранее понимая, что вот эта вот гора с деревьями у нас вырежется. Соответственно, из горизонтального-то можно уменьшить на квадратное, но если вы возьмете вертикально ориентированную фотографию и, скажите, сделайте нам из нее горизонтально ориентированную, получится. Собственно, давайте я вам покажу, какой эффект получится. Давайте для начала уменьшу. К примеру, мы имеем вот такую фотографию и вы нам говорите, сделайте нам из нее фотографию еще шире. Выставим 3200 пикселей и получим мы вот такой интересный эффект. Отменим наше изменение. То же самое будет, если просто ее сжать. Сделаем, к примеру, из нее 800 пикселей по ширине. Получится вот такое. Поэтому, чтобы не нарушать пропорции фотографии, нам из большого, маленького мы сможем сделать, но для этого внизу в комментариях напишите, какой фрагмент нам удалить и максимально подробно опишите, как вы видите конечную картину. То есть, вот из этой фотки мы сделали квадратное изображение, которое нормально у нас писалось на две сфотки. Так, это что касается своей фотографии. Если смотрели на свое окно, если оно у вас горизонтально ориентированное, так что и нужна фотография горизонтально ориентированная. Если, к примеру, у вас одна створка вот так вот вертикально ориентированная, то и фотографию ищите вертикально ориентированную. Ну и раз уж мы коснулись комментариев, давайте еще один момент проясним. Вы оформили заказ, скинули нам на почту, допустим, фотографию, в комментариях что-то написали, мы, исходя из ваших данных, сделали макет с размерами, все, и скинули вам на электронную почту на утверждение. Один раз еще мы отредактируем этот макет. Допустим, там что-то вам понравилось, что-то не понравилось, куда-то что-то сдвинули. То есть мы сделали один макет после заказа и один раз переделали. Все остальные переделки макета будут стоить какую-то определенную сумму. Спасибо за понимание, но бесконечно переделывать макета наш дизайнер не может, потому что, собственно, это работа, время, а время, как вы понимаете, деньги. Если мы выбираем фотографию, депозит фотос, копируете ссылочку, открываете ее в Яндекс.Браузере и оказываетесь на сайте депозит фотос. Здесь есть поисковая строка. Вам нужно, допустим, море. Он вам выдает фотографии. Смотрим. Открываете какую-то фотографию. Айди можно взять вот отсюда. Вот оно, айди. Смотрели фотографию, она вас устроила. Скопировали айди и вставили его на сайте. Лишнее убирайте, что у вас скопировали. В данном случае у меня пробелы были. То есть, мы поймем, что вы фотографию взяли с депозит фотоса. Вот ее айди. Также, я скажу вам, немножко забыл. Здесь есть и на депозит фотос, и в шутер-стоке ориентация фотографии. Это именно про что я говорю. Мы для стенда взяли горизонтальную. Посмотрим квадратную. Вот они идеальны на две створки. Здесь встанут, собственно, любая фотография. Если возьмете горизонтальную ориентацию, у вас тоже две створки, соответственно, уточните, какой фрагмент вас интересует, что нам вырезать, что оставить. Чтобы мы по тысячу раз не переделывали макеты. Заранее вам спасибо за то, что вы экономите наше время. Так, ну и давайте посмотрим на шутер-сток. Копируем. Новая вкладка. Ctrl-V вставили. Зашли на сайт шутер-стока. Здесь нам нужны, к примеру, там, горы. Вот тут нам предлагают какие-то горы. Также здесь есть ориентация, горизонтальная, вертикальная. Почему-то квадратной нету. Выбрали какую-то фотографию, она вам понравилась. И у нее есть ID. ID, пожалуйста, не ошибайтесь, чтобы у нас не было недоразумений. Скопировали. Можете проверить сразу свой ID-шник на депозит фотос и шутер-стоки. Вставили его в адресную строку и должна у вас получиться та же самая фотография, которую мы впоследствии скачаем. Если же вы выбрали фотографию шутер-стока, она будет дороже стоить. Вставили ID-шник. Все. Наш дизайнер скопирует ID, скачает фотографию шутер-стока и делает макет. Друзья, ну и что такое последний пункт взять из предыдущего товара? У нас стенд состоит из двух створок. Соответственно, в корзину мы должны положить два изделия. Фотографию мы должны оплатить только один раз. Потому что у нас одна фотография идет на оба изделия. В первом товаре, когда мы заполним параметры, мы, к примеру, выбрали сайт депозит фотос, заплатили 511 рублей. Но при оформлении второго заказа мы отметили вот этот пункт, чтобы дизайнер взял фотографию из предыдущего товара и второй раз мы за нее не платили. С этим, пожалуйста, повнимательней. Мы можем это пропустить и не вернуть вам денежки. Если же, конечно, мы увидим, денежки вернем без проблем. С этим, я думаю, все. С фотографией разобрались. Спасибо. Будьте внимательны, пошагово просто. Проходите все пункты. Тогда мы изготовим изделия в ваш размер и они встанут у вас как литвей. Всех благ. Друзья, вы выбрали фотографию на депозит фотос либо на шутер-стоке и где взять ID. Для того, чтобы мы скачали ее для вас. Эту информацию мы уже записывали в другом видео. Сейчас я его просто прикладываю. Смотрите. Где взять ID изображения, если вы берете фотографию шутер-стока либо с депозит фотос? Сейчас я вам покажу подробный скринкаст. Эти ID не так-то просто найти. Итак, друзья, где взять ID изображения? Давайте начнем с сайта и депозит фото. Скопировали ссылку. Вставили. Найдем какую-нибудь фотографию. Кликнем по ней. Вот он, ID. И откроем сайт Shutterstock. Открыли. И, собственно, вот он, ID. Именно вот эти вот ID нужно будет вписать сюда. Выбрать сайт, с которого вы взяли фотографию. И вписать ID изображения. Ну, надеюсь, с этим все понятно. Вот в этом видео я все подробно об этом уже объяснял. Спасибо. Друзья, перепад 50 миллиметров. Для чего нам нужна эта информация и как понять, что это такое? Этот пункт важен для изделий с фотопечатью. Как вы видите, у нас на стенде присутствует глухая створка, она больше по высоте. И открывная створка, она меньше по высоте. И в верхней части, и в нижней части вот этот вот перепад составляет ровно 50 миллиметров. Соответственно, если у вас все либо глухие створки, все в ряд, нет перепада, либо все открывные створки, нет перепада, в одну линию они находятся. Соответственно, отметьте пункт перепада нету и все. Если у вас присутствует глухая створка и открывная створка, на открывных створках, друзья, отметьте перепад 50 миллиметров и мы часть макета вырежем. Что произойдет, если мы не вырежем часть макета? К примеру, на этом рисунке не так сильно видно, но вот, к примеру, у нас веточка. Она с одной шторы переходит на другую штору. Если мы не вырежем вот здесь 50 миллиметров с макета, вот они 50 миллиметров, вот эта веточка у вас будет ступенькой. Повторюсь, на этом макете не сильно видно, но у вас, возможно, мост какой-нибудь будет здесь с линией и у вас получится здесь ступенька. Поэтому вы отмечаете, что на открывной створке стоит у вас открывная створка, соответственно, перепад 50 миллиметров и из макета 50 миллиметров вырезает. Соответственно, шторка поднимается выше и линия моста, к примеру, у вас плавно перетекает на другую створку. Спасибо! Распаковка рулонных штор с пружинно-инерционным механизмом системы день-ночь, друзья. Вот видео интернет-магазина Железник сайт железник.ру он у меня на груди. Именно в таких коробках, посылках вы будете получать свои изделия, изготовленные под ваши размеры, с выбранными вами тканями, тканей. Две будет на каждой створке, если вы смотрели обзор, все это вам уже понятно. В отделениях Почты России либо в транспортной компании СДЭК. Продукцию отправляем как по Российской Федерации, так и за границу Украина, Беларусь, Казахстан и так далее. Всего 25 стран. Страны-получатели в футере сайта указаны, если кому интересно. И основная цель видео о распаковке сводится к двум простым вещам. Первое. При распаковке, если используете резак аккуратнее и повредите изделие, не поцарапайте, не порежьте какие-то веревочки, нитки и так далее. И еще один момент. Это то, что тщательно проверяйте упаковку на наличие каких-то маленьких пакетиков, комплектующих и так далее. Друзья, неоднократно были случаи, наши заказчики чего-то не находят. Один даже выкинул посылку вместе, коробку точнее, вместе с комплектующими, а другой штору потерял. Мы полдня в итоге искали пятый угол, посмотрели видеозаписи изготовления производства, а оказалось, она у него под коробочкой лежит. повнимательней повнимательней если уже коробку разобрали полностью, посмотрели, если действительно чего-то не хватает, может такое быть, всякое в нашей жизни возможно, пишите нам на электронную почту, фотография, видео разорванной упаковки, все, что к вам приехало, рекламацию на электронную почту. Посмотрим видео у себя на производстве упаковки, если действительно вина нашего комплектовщика вышлем вам все за свой счет. ну и давайте посмотрим, что у нас в коробке. Идемте сюда. Так, друзья, что мы здесь видим? Две пары направляющих на две створки, на стенд, на глухую и на открывную. И, собственно, четыре самостоятельных изделия с пружинно-инерационным механизмом. Два изделия у нас с красной тканью, это у нас пойдет наверх. И два изделия с фотопечатью. Эти короба будут установлены внизу и закрывать окно снизу вверх. Также есть пакетик с бланком заказа. В бланке заказа именно та информация, которую вы вводили на сайте при заполнении параметров изделия. Здесь у нас четыре шторы. Вот они, четыре у нас есть. Две сверху, две снизу. И вся необходимая комплектация. Что мы тут заказывали? Саморезы для крепления и собственно биту со сверлышком мы как доп в комплектацию тоже заказали. еще раз проверили упаковку. Может быть еще где-то что-то вложено. Все, ничего нету. выкинули упаковку. Так, ну и дальше распаковывать мы будем уже перед монтажом. Мне уже не терпится их смонтировать и посмотреть что у нас получилось. Смотрите видео о монтаже перед заказом, чтобы у вас полностью вся картинка в голове сложилась, тогда все будет хорошо. Спасибо и всех благ господа. Монтаж рулонных шторм с пружинным инерционным механизмом системы день-ночь. Два изделия одно сверху одно снизу. Почти все мы распаковали. Одно изделие не стали распаковывать чтобы показать вам что оно будет маркировано стикером в котором будет вся информация об этом изделии. а именно вам может потребоваться место установки и позиции створки и зашторивание сверху вниз или снизу вверх. Это изделие у нас устанавливается сверху вниз на позицию створки вторая из двух. Вот сюда оно будет мы его распакуем потом. Начнем мы монтаж с левой глухой створки и начнем с верхнего изделия. Вверху у нас красная ткань так вот она выглядит и что нам потребуется нам потребуется шуруповерт сверлышко диаметром 2 мм его также вы можете при заказе отметить что оно вам нужно если оно у вас есть можете не отмечать карандаш где-то у меня должен быть карандаш вот у меня появился карандаш так для начала смотрите все изделия мы выбрали монтаж на скотч но с рулонными шторами в которые вставлен пружинный инерционный механизм нам стали поступать жалобы о том что короб отклеивается мы думаем связано это с тем то что короб постоянно находится в напряжении пружина его тянет вниз и повисев несколько дней медленно он начинает отклеиваться и падать так почему же мы выбрали монтаж на скотч а не на саморезы дело в том что при монтаже на скотч у вас будет дополнительный высокий профиль который предотвращает пропускание света в верхней части изделия здесь может быть это не сильно будет заметно так как короб будет схватной к откосу а на открывной створке может частично не может он будет проходить частично свет в помещении в карточке товара будет подробное видео там где вы будете выбирать монтаж на саморезы или на скотч видео называется нюанс посмотрите его станет вам больше получите больше информации так мы выбрали монтаж на скотч но в комплекте мы вам в любом случае положим саморезы чтобы вы их установили на саморезы доп.профиль высокий у нас присутствует просвета не будет если выберете монтаж на саморезы то профиля высокого на который клеится скотч у вас не будет и будет здесь такой небольшой просвет опять же видео нюанс посмотрите что мы делаем снимаем боковую крышку как снимается боковая крышка приложили ладонь крышки палец уперли в короб и сдвинули то есть сделали вот такое вот движение ничего подковыривать подколупливать не надо вы ее так уже не снимите ладонь приложили палец уперли сдвинули все легко снимается давайте поближе еще покажу вот мы одели крышку приложили руку уперли и сдвинули вот в эти вот отверстия мы будем вкручивать саморезики давайте вернем крышки на место я еще вам расскажу про один нюанс на который стали натыкаться наши заказчики друзья зачем-то наши заказчики стали ткань вот сюда вот выгибать и говорят что ткань у них что-то не работает ручка соответственно у них стеклу вот так ее начали выворачивать друзья ее просто вниз опустите вот так чтобы ручка была с этой стороны тогда ткань у вас будет лицевая у этой стороны лицевая обратная одинаковая но есть ткани как пример с фотопечатью на этой стороне у вас будет фотопечать а на той стороне будет изнанка которая обращена на улицу и все будет нормально давайте покажу этот момент еще поближе с доп профилем высоким может быть это не так заметно но наши заказчики хотят поставить изделие вот так вот некоторые просто ткань опустили вниз и все тогда замечательно работает соответственно если вы устанавливаете изделие чтобы оно закрывало окно снизу вверх поверните его на 180 градусов и оно будет закрывать окно снизу вверх ну о самом важном вроде сказал снимем боковые крышки приложим наше изделие примерно я на глазок по штапикам его выравниваю вправо влево как-то вот так оно будет у нас здесь находиться берем шуруповерт в который ставлен сверлышко диаметром 2 миллиметра засверлили отверстие саморезик я не распаковал ладно давайте берем высыпем наши саморезы ставим биту единичку ПЗ для желтых саморезов монтируется тоже достаточно все просто у нас даже некоторые женщины пишут в комментариях сами монтируют идемте посмотрим поближе вот мы ставили саморезик заранее просверленное отверстие и прикручиваем его сильно не перетягивайте чтобы не лопнул каретка не лопнула подкладка высокая подтянули немножко можно рукой довести и все теперь перейдем к левой створки здесь я засверливать сверлом не буду просто гоню туда саморезик все собственно шторка у нас висит осталось нам два самореза верхнюю часть скрутить идемте посмотрим аккуратней патроном шуруповерта не повредите ваш откос чуть-чуть подтянули все шторка у нас установлена да друзья не рассказал про скотч в принципе может быть у вас будет держаться на скотче если вы все хорошо обезжирить давайте покажу высокий адаптер где наклеен скотч вот у нас доп профиль точнее высокий и у нас здесь идемте поближе и у нас здесь два маленьких кусочка скотча у вас будет заклеена вся планка нам просто не требуется этого здесь вот у скотча отзирается подложка и собственно вы ее приклеиваете на скотч но вполне возможно как я уже говорил может отклеиться поэтому сразу планируйте что возможно вам придется закрепить их на саморезы саморезы будут в комплекте в любом случае закажете вы либо монтаж на саморезы без доп профиля либо на скотч с доп профилем со скотчем но также саморезы будут в комплекте так теперь нам нужно установить точно параллельно направляющие чтобы они совпали с изделием которое у нас будет устанавливаться снизу специальные вот здесь вот есть пазы для этого найдите те направляющие которые вам нужны они будут у вас подписаны на высоту такую-то на направляющих также друзья есть скотч у нас он опять же маленькими кусочками сильно надежно нам не требуется потому что снимает он очень тяжело и отзирается очень тяжело мы сейчас собственно после того как снимем это видео будем их демонтировать и потом уже заниматься другими изделиями идите посмотрите вот они маленькие кусочки скотча у вас же будет одна цельная лента по всей длине направляющей также когда перед наклейкой обязательно обезжиривайте чем-то пластиковое окно ваше чтобы оно было ни в пыли ни в жиру чистая обезжиренная ацетон либо там спирт чем-то таким растворителем тогда направляющие будут держаться очень прочно их реально не оторвешь их погнешь поломаешь но снять их будет тяжело в принципе о том как снять направляющие посмотрите видео оно также будет в карточке товара называется демонтаж их проще скотч этот подрезать ножом так если не снимешь так ну и вам как новичкам что я порекомендую давайте сначала приложим посмотрим как это будет у нас выглядеть вот так вот направляющие у нас станет в паз идемте поближе посмотрим вот здесь вот у вас такая выемка подкладки высокой карниз чуть-чуть повернули чтобы он стал направляющей так вот потому что шлопориться не оденит его повернули и вот направляющие как раз встает в эту выемку и собственно ровно вертикально я отстреливаю глазом у кого глазомер плохой можете приложить сюда короб другой его выровнять и прочертить его так вот вертикально линию карандашиком после того как убедитесь что направляющие у вас идеально вертикально вот она у нас линия осталась затем да предварительно повторюсь обезжирить створку пластикового окна всю поверхность здесь если вы на скотч будете монтировать и боковые стороны затем отбираете скотч повторюсь скотч у вас будет во всей длине направляющих у нас маленькими кусочками и уже вот так вот под углом не сразу ее приклеивать а вот так вот под углом сначала сюда завели ставили уперлась и затем в паст вставили вот сюда вот и ровненько по нашей линии прикладываем нашу направляющую друзья приложите не в то место но по линии достаточно хорошо все видно фиг вы ее потом отдерете все идеально ровненько она у нас приклеилась берем вторую направляющую делаем то же самое я думаю я не буду чертить здесь линию думать так все должно получиться хорошо грузик сначала в направляющую завели затем вставили ее на место потом я медленно ее приближаю смотрю чтобы это было ровно глазом отстреливаю по резинке так слегка я ее пока приклеил сейчас приложу пору посмотрю упадает ли у меня здесь заведем сначала в направляющую наш отвес в принципе вы можете его заштопорить вот я про что говорю управляющая встала и с этой стороны и с этой стороны идеально ну а теперь то же самое снимаем крышки одеваем саморез на биту и скручиваем немножко подтянули то же самое с обратной стороны сняли крышку еще по одному саморезу вниз внизу может быть не совсем удобно найдите биту подлиннее либо закажите в нашем интернет магазине одели обратно заглушки и осталось нам одеть боковые крышки проверим подняли одно полотно зафиксировали опустили управлению привыкните до низа не рекомендуем опускать чуть вот так вот чтобы оно застопорилось приблизили два отвеса на котором ручки управления чтобы минимизировать щель так друзья давайте чтобы нам не запачкать ткань все это дело опустим в конечное положение и приступим к монтажу правой створки так ну и мы распаковали шторку немножко прибрались на столе и давайте по накатанной уже смонтируем еще два изделия так это у нас красненькая она пойдет наверх сняли боковые крышки сразу зарядили саморез шуруповерт прицелились чтобы было ровненько вправо как-то так я вам все-таки настоятельно рекомендую использовать сверлышко для первого раза когда вы первый раз держите изделие в руках может быть несколько трудно сразу прикрутить саморезом сверлышком засверлились уже сделали отверстие затем крутили в него саморез будет немножко подольше но это будет надежнее так давайте сразу оденем чтобы они на столе нам не мешались возьмем направляющую ставим в нее отвес направляющую вставим в свое посадочное место выровняем ее вертикально карандашиком отметим место куда она у нас должна встать сняли скотч который наклеен по всей длине у вас будет медленно прислонили направляющую в отмеченные места сильно не прижимайте есть вероятность если что не так приклеили ее потом немножко снять это может быть достаточно тяжело вторую направляющую я сразу отлеплю скотч вам же рекомендую сначала карандашиком чертить линию аккуратненько прижали берем другую шторку поняли что она будет у нас вот так вот так вот наизнанку а ручка с этой стороны сняли боковой крышки завели отвес повернутый потому что прямо вы его туда не заведете в направляющие и зафиксировали приложили собственно карниз чуть-чуть не направляющий миллиметр я их подогнул но он вставился прямо на свое место червяк на крючок гонку в воду так не получилось идемте поближе если кому интересно видите что происходит когда когда нет отверстия направляющую чуть-чуть закоцал почему я шторку бросил пружина ее подтягивает короб он никуда далеко у вас не упадет как-то немножко в кость пошел все оттого что я несколько тороплюсь снизу у нас притык прям по створочке все изготовлено в размер проверим проверим выправляющий давайте прижнем уже поплотнее не забывайте чтобы они у вас не отклеивались торка опустилась какие-то соринки кряхнете повторюсь сильно до конца не нужно поднимать потому что ручка будет упираться в короб и возможно она будет у вас не ровно поплотнее поджали чтобы не было щелки давайте то же самое сделаем со вторым изделием либо у вас вот такие снегири в ту сторону либо вот такие замечательные красные шторы так друзья ну вроде все мы смонтировали подожмите еще направляющие если вы забыли их поджать монтаж рулонных штор системы день-ночь это рулонные шторы спим с пружинно-инерационным механизмом мы закончили такие изделия получились у нас какие получится у вас решать вам спасибо друзья давайте поговорим о нюансе при установке рулонных штор системы уни-2 с пружиной на двухсторонний скотч так как изделие у нас с пружиной короб постоянно находится под напряжением так как пружина пытается сдвинуть его в направлении нижнего отвеса а нижний отвес у нас соответственно закреплен в направляющих в этом случае монтаж на скотч не работает объясню почему пружина постоянно тянет короб вниз и видимо оно может повисеть там день-два и потом скотч все-таки начинает отклеиваться и штора падает возможно это не всегда так происходит но тем не менее такой вариант возможен и заказчики нам жаловали вы вполне закономерно зададите вопрос почему вы вообще не убрали монтаж на скотч объясняю у нас вот две шторы как и обычно мы уже на стенд одну штору устанавливаем на двусторонний скотч а другую на саморезы чтобы показать вам опять же как монтируется и на скотч и на саморезы но при монтаже на скотч у короба появляется вот такой дополнительный высокий профиль в карточке товара есть схема вы можете его посмотреть на схеме на которой уже непосредственно крепится скотч какие плюсы при этом виде монтажа когда у вас присутствует высокий профиль у вас исключается в верхней части ну или в нижней части если вы в короб становите вниз просвет который идет с окна вот у нас шторка с двухсторонним скотчем то есть с высоким профилем а здесь шторка с установкой на саморезы то есть доп. профиля высокого нету и здесь щель то есть часть света будет помещение проходить небольшая если этот момент для вас критичен и часть света проходящая вот в этот прогал не нужна то тогда заказывайте монтаж на скотч но мы в любом случае вам положим 4 самореза чтобы вы ее прикрепили на саморезы просто у вас в этом случае монтажа будет доп. профиля и свет в помещении проходить не будет если же этот момент не критичен заказывайте без монтажа на скотч это будет подешевле и доп. профиля у вас не будет давайте оператора попросим подойти поближе и снять вот этот монет вот эта шторка у нас доп. профиля то есть монтаж на скотч и вот эта шторка без допрофиле монтаж на самолет по нюансу все пружинки у меня тут работают пытаются крутить спасибо демонтаж рулонных штор с пружинно-инерционным механизмом эти шторы мы снимать не хотим пусть немножко повисят такая красота но мы уже снимали это видео только другой тканью не система день-ночь а просто был один короб направляющим собственно там все то же самое сейчас я его приложу я думаю будет все понятно спасибо и для информации давайте демонтируем наши шторы чтобы посмотреть вам как это можно сделать случае что-то отремонтировать начнем с правой створки которая у нас установлена вверх ногами и установлена на на двухсторонний скотч сначала давайте снимем карниз не трогая направляющий так как у нас присутствует там адаптер который установлен на скотч снимается она можно ее снять несколько другим способом для этого карниз нужно просто отщелкнуть с адаптера сделать вот такое движение берем большими пальцами за низ и отщелкиваем грузик вынимаем грузик из направляющих и снимаем что здесь мы видим адаптер который у нас приклеен на двусторонний скотч чтобы снять адаптер нам понадобится резачок заводим его за адаптер стараясь не повредить скворку пластикового окна и подрезаем скотч один подрезанный у нас всего в трех местах был закреплен второй и третий скотч очень прочный но можно его с усилием снять и никаких отверстий створки не останется аналогичным образом поступим с направляющими заведем резачок за направляющую и подрежем скотч здесь у нас мешается ручка заведем другой стороны все управляющие у нас снята демонтаж шторки саморезов происходит немного другим способом поднимем полотно вверх снимем боковые крышки для этого приложим ладонь к торцу большим пальцем упремся карниз и сделаем вот такое движение выкрутим саморезы сначала верхней потом нижней только у нас не падает так как она висит пока на направляющих и аккуратненько вынимаем спорку местах крепления мы видим отверстие которые остались у нас после демонтажа отверстий у нас на стенде много здесь по идее у вас два отверстия должно остаться направляющие с левой створки я демонтировать не буду сделаю это позже процесс ничем не отличается на этом демонтаж закончен спасибо не забываем подписываться палец вверх всех благ а